С 1 января 2023 года максимальные выплаты по больничному увеличат почти до 85 тысяч рублей в месяц. Кроме того, право на оплачиваемый больничный лист получат и россияне, которые работают по договорам ГПХ и ГПД с пометкой, лишь в том случае, если в прошлом году они внесли определенную сумму страховых взносов. Размер максимальных выплат по больничному для работников со стажем от 8 лет составит 2736 рублей в день, сообщает Фонд социального страхования. Региональный маскапитал Ямала остается самым большим в России. При рождении второго ребенка семьям полагается свидетельство на 150 тысяч рублей, третьего и последующих детей – на 500 тысяч рублей. Эти средства можно потратить на покупку, строительство, реконструкцию жилья в округе, а также оплатить медицинские услуги. В этом году различную социальную поддержку получил каждый четвертый житель ЯНАО. Регион предоставляет 77 пособий и льгот. Ямальские строители восстановили дворец культуры Волновахи. Теперь он носит имя Героя России Владимира Жоги. После обстрелов у здания была разрушена крыша, выбиты стекла, обгорели стены. Помимо ремонта строители провели новые коммуникации, заменили сети электроснабжения, наладили работу видеонаблюдения. Округ закупил для дворца культуры мебель и технику. Отметим, это четвертый социальный объект на Донбассе, который реконструировали северяне. Ямальские стерхи улетели зимовать в Евразию. Четыре подрощенные краснокнижные птицы выпустили летом в Куноватском заказнике. Стая разделилась на две группы и мигрировала из Западной Сибири на юг Евразии. Данные о перемещении птиц собирает научный центр изучения Арктики благодаря радиопередатчикам. Проект по восстановлению численности западносибирской популяции журавля на Ямале возобновили с 2019 года. Мероприятие реализуется в тесном сотрудничестве с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном для организации альтернативных мест зимовки наших птиц.